Я хотел спросить о том, что Вы сказали, что не нужно идти против помехи фронтально, подниматься над этим. Что это за действие — подняться? Это действие в мысли, в действии, это действие в молитве? Главным образом — в молитве, потому что я не собираюсь сам исправлять разбиение. Исправить можно только, если я нахожусь выше него на более высоком уровне. Я, конечно же, не нахожусь с этим, я нахожусь под разбиением. И поэтому то, что я должен сделать, постараться раскрыть разбиение в отсутствии объединения между нами и вместе с товарищами, когда мы вместе раскрываем, что мы находимся в отсутствии объединения между нами, поднять это отсутствие к Творцу, и Он исправляет. Это называется подъемом МАН. Ты не просишь отметить эту помеху? А что же я прошу? Правильно относиться к ней, чтобы она осталась? Я прошу, чтобы вместо отдаления было объединение между нами, пока мы не раскрываем его как силу, умерщвляющую, оживляющую и произрастающую спасение. Ты связан с самой помехой. Я отношусь к ней, нет? Но кто создал эту помеху? Творец, нет никого, кроме него. Он разбил Келим, он создал помеху, он отдалил нас. Он не даёт никому сил. Но только если мы попросим у него, и тогда с помощью объединения с ним на уровне бедным, мы получим оттуда силы, и эти силы исправят все эти вещи между нами. Всё хорошо. Мы просим у него, чтобы через объединение между нами мы доставили наслаждение ему настолько, что он раскроется между нами. Беседа!